Всем привет! Меня зовут Евгения Филиппович, я астропсихолог, эксперт по предназначению и практик метода легализации правды. Но сегодня у нас очень важная тема — это день летнего солнцестояния. Что это за день? Расскажу сегодня. Поехали! Итак, день летнего солнцестояния. Что это такое? Это день, когда у нас сутки, такие длинные, световой день, такой-долгий и очень-очень короткая ночь. Вообще существует целых четыре таких важных точек года. Это летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, день весеннего равноденствия и день осеннего равноденствия. И не зря раньше наши предки соблюдали разные обычаи, традиции, совершали различные обряды, прыгали через костер, потому что они верили, они были немного мудрее, чем мы. Они верили в эти сильные, природные, мощные энергии. Они жили в ладу, в балансе с природой. Они общались со стихиями — огонь, ветер, земля, воздух. И считалось и тогда, и сейчас, что вот эти переходные точки из зимы в весну, из весны в лето и так далее, в них очень много кроется энергии. Если мы, люди, носители этих же энергий, находящиеся на этой же земле, начинаем жить не раскордачно в соответствии с энергиями земли, тогда, конечно, мы можем присвоить себе эту силу и воспользоваться этими классными ресурсными днями. Итак, в этом году летнее солнцестояние попадает на 20 июня, четверг, и по московскому времени это будет 23.51. В южном полушарии летнее солнцестояние уже будет 21 июня. Но в целом считается, что это три дня очень таких сильных 20, 21 и 22 июня. Да, до 22 июня, то есть эти три дня, они будут максимально ресурсными, сильными, когда нам очень важно быть на природе, общаться с ней, контактировать. И смотрите, что важно. Летнее солнцестояние. Здесь, конечно же, акцент на солнце. Солнце — это то, что нам даёт жизнь, то, что мы всегда видим, оно светит днём. И такая метафора, знаете, яркости, метафора жизни. Поэтому, конечно, чем больше вы будете в этот день проводить на природе, на солнышке, тем больше вы будете заряжаться. Смотрите, что здесь важно. В мире всё циклично. И все вот эти дни, они повторяются. И ровно то, как мы заложим в эти дни свои намерения, ровно так мы и будем проводить вот эти четыре базовых точки, важных точек года. Итак, смотрите. Мы, получается, можем как бы синхронизироваться с энергиями Земли. Что это значит? Мы можем общаться с солнцем, да, это может быть сурья намаскар. Если вы занимаетесь йогой, сурья — это переводится с санскрита как солнце, намаскар — приветствие. То есть, если вы обладаете знаниями йоги, делать асаны, вы можете сделать приветствие солнцу, да, это такая йоговская практика. Если вы просто занимаетесь гимнастикой, то постарайтесь сделать её не в помещении, а на улице, на коврике, если вам будет позволять погода. Это в вашем каком-то часовом поясе, в вашем климате. Солнце, если мы будем говорить через астрологию, да, это планета, связанная у нас с амбициями, с достижениями целей, с зоной нашей гордости, да. И, естественно, самая высшая энергия солнца — это когда мы ставим себе очень благородные, высокие цели, да, такие нравственные, которые способны изменять этот мир, да, как бы это пафосно ни звучало. Поэтому максимально в этот день, если у вас какие-то есть цели, я думаю, что они у каждого уважающего себя человека есть, вы должны в этот день как-то проявиться. Солнце, ещё раз, это то, что видят все, подняв голову наверх. Соответственно, это может быть написание какого-то поста, если у вас есть желание выйти в свет. Это может быть выступление какое-то публичное, да, среди людей. Это может быть прийти к директору и сказать, смотрите, я вот собрал данные, сколько лет я тут служу в вашей компании, да, на благо ей, а я уже наконец-то достоин повышения зарплаты. Не потому что у меня корона выросла, а я действительно ценю свой вклад, а солнце, это такая королевская планета, по минусу это гордыня, а по плюсу это здоровая самоценность. Когда ты говоришь, я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, и это достойно, да, какой-то хорошей зарплаты. Например, если вы в найме работаете, в этот день можно начинать какие-то там, открывать свой бизнес, делать первые шаги для достижения цели, потому что солнце в здоровом своем варианте, в гороскопе, если оно классно расположено, то в здоровом варианте солнце, это ставлю цель, достигаю ее, да, не иду по головам, да, а делаю это очень благородно. Благородно делаю это таким образом, что за мной идут люди, я им свечу, да, благородное солнце, оно светит, а солнце, которое в эго и в короне, и в гордыне, оно обжигает, да, поэтому солнце может нас как согреть, да, и тогда у нас земля будет жить и не погибнет, да, все растения, все животные, люди будут существовать. Если солнце к нам максимально очень будет близко, оно будет очень горячее, оно будет колючее, оно будет обжигать и убивать, и поэтому здесь важно, чтобы ваши цели, которые вы ставите, прописываете, чтобы вы именно в эти дни, 20-го, 21-го, 22-го, делали первые шаги к своему видению, к своему высшему я. Да, и так, и чем больше будет спорта, чем больше будет активности, ведь солнце – это огненная планета, тем больше будет заряд, включение, то, чтобы ваша цель была достигнута. Итак, наша цель – подготовиться, да, у нас сегодня, этот ролик у нас выходит 19-го числа, но даже если вы посмотрите его 20-го или 21-го, у вас будет еще несколько дней, чтобы прожить их максимально продуктивно. Первое, да, как бы это банально не звучало, но все, что находится вокруг нас, является нашим отражением. Дом – это наше отражение, офис, который мы проводим очень много времени – это наше отражение, одежда, которую мы носим – это наше отражение. То есть максимально старайтесь надеть в эти дни чистую одежду или новую одежду, максимально расхламиться, да, если вот у вас, я сейчас смотрю, у меня тут балкон, вот, я уже расхламилась, первый акт провела, мне еще нужно провести второй и третий, заказать шкаф, убрать туда все, что мне мешает и меня отвлекает. И для каждого, да, уровень уборки, уровень чистоты – это про разные, да, уровень девы, уровень девы в каждом из нас празднует. И это про дотошность некую, да, и про уровень порядка, он всех, он у всех разный. Несколько вам комфортно, если вы чувствуете, что у вас отнимает энергию немытая посуда, нелели уже, стоящий не так, как вам нужно, пылесос и так далее, очень важно в эти дни прям расхламиться, потому что все, что есть у нас внутри, если мы не можем, как вы говорите, пробить финансовый потолок, выйти на новый уровень. Так, друзья мои, если мы элементарно не можем свое тело держать в чистоте и свой дом держать в порядке, о каких там масштабах мы вообще с вами говорим, да, это мы с вами, с нами, с девочками обсуждаем с моими дорогими ученицами в наставничестве, поэтому мы работаем по всем фронтам, да, и вот когда какие-то такие сильные, мощные дни происходят, я рассказываю вам о них, первое, что мы делаем, это расхламляемся. Поэтому те, кто со мной давно, они уже это априори делают, да, как только мы проходим какие-то новые уровни проявленности, уровень открытия бизнесов, там, повышение чеков, мы всегда проходим одни и те же стадии, только они немножко проразные. Но вот это вот расхламиться, это прям такой must-have, ну, как это говорится, на все времена, потому что это важно. И также, например, в телефоне у вас там телефонная книга забита, вы там с этими людьми давно не общаетесь, там, Вася трактор, Мария, там, салон, в котором будет давно уже, вы в него не ходите, потому что вы живете в другом районе, вам это уже не актуально, это Мария с этим салоном красоты ужасным. Поэтому прямо открываете телефонную книгу, открываете свои телеграм-каналы, свои YouTube-каналы, и вот прямо удаляете все, что вам уже не актуально. Это нормально, уходите с чата или, наоборот, на кого-то подписываться. Вот кто вам интересен, проявляйте там активность. Кто вам уже не интересен, мы меняемся, мы растем, приобретаем новые навыки. Это нормально, что нам что-то становится неинтересно и неактуально. Мы должны отписаться и не тратить туда энергию, когда мы видим, что у нас там открыто 900 чатов, из которых мы читаем только три. Вопрос, зачем нам это? У нас эта энергию отнимает эти висящие, мигающие чаты. Зачем? Если мы все равно их не смотрим. Дальше. Как я вам уже сказала, да, быть на природе, быть на солнце. Есть у нас еще такое понятие, как деревья отдающие и забирающие. Да, поэтому я же к вам вначале рассказывала ролик, что наши предки, они знали про каждую травку, про каждую муравку, про каждое дерево, про все явления, про какие-то родовые традиции. У нас это, к сожалению, очень много утеряно, но я вот тоже в своем роду пытаюсь восстанавливать хотя бы понимание, кто где захоронен, у кого какие были программы, кто где работал, какие ситуации повторялись. Хотя бы на этом уровне вы тоже можете расчищаться. Так вот, про деревья, почему я говорю, деревья это тоже наши корни, да. И вот раньше же традиция была садить деревья на свадьбу, да, там, когда родился ребенок. Мы вот с мужем плаценту закапывали под дубом, например. Да, почему под дубом, да, я хочу вам рассказать, что дуб это у нас дерево, которое дающее, дающее, да. Там, когда у вас рождалась девочка, вы могли плаценту закопать под яблони, например, мальчика, плаценту под дубом закопать. Но это древние традиции, им не все следуют. Для кого-то это уже пережитки прошлого, вот. Ну, у нас с мужем были домашние роды, это отдельная история. Вот, соответственно, вы можете также в этот день, в дни летнего солнцестояния, не просто быть на природе, заниматься йогой, ставить себе цели, достигать, делать какие-то ключевые новые действия, расслабляться, можно еще и побывать около вот этих вот дающих деревьев, да. Это дуб, кедр, собственно, яблоня, сосна, липа, береза, клен, да. Здесь можно прямо вот, как бы странно ни звучало, обниматься с деревьями. Я такое практикую. Если вам, ну, вам это нормально, если в вашей картине мира это не звучит как санитары, заходите, моя любимая фраза, да. Если в вашей картине мира это окей, да, то вы можете это делать. Опять же, общаться со всеми стихиями. С утра принять душ, если вы на море где-то или на речке, можно больше плавать, закаливание, бассейн, быть на воздухе, все стихии, да. Жечь огонь, готовить на огне, вот максимально классно поехать на какой-нибудь ретрит. Какой-нибудь женский круг. Смотрите, женский круг, что такое круг, да. Круг, сейчас мы называем это женский круг, женские банные практики, мистерии. А раньше у нас предки просто тупо хороводы водили. Что такое хороводы, да. Когда мы не просто ходим по кругу, а мы потом начинаем делать какие-то вот такие вот петли, восьмерки, бесконечности, да. Мы как бы закручиваем эту вот энергию. И если раньше в древности наши бабушки, дедушки делали, водили хороводы, сейчас мы можем пойти на так называемые модные женские ретриты, женские практики. Также всегда, вот сколько я была сама и сама проводила, это всегда действительно мы садимся в круг. Мы там передаем друг другу себе свечку, общаемся, да, там у нас шеринг, мы делимся сокровенно, мы вместе трапезничаем, так сказать, да. Да, соответственно, это всё традиции наших предков, которые мы можем сейчас поддерживать, но уже, опять же, да, на современный лад. Поэтому здесь, смотрите, что идеально. Быть на природе, под солнышком, где будут все стихии. Если вы сидите в кругу, это уже как символ солнца, символ круга, символ единства, символ природного слияния со стихиями, да, всё есть круг, да, круг. И в центре круга может быть какая-то еда, как прототип земли, может быть разведён костёр, да, огонь. Собственно, вы находитесь на улице, это у нас воздух, да. Если рядом речка, прекрасно, если вы там пьёте воду с лимоном, чудесно. И получается, что вы там одним выстрелом четырёх зайцев. Вот, поэтому здесь вот это вождение хоровода включает вот эту вот энергию, когда мы по спирали закручиваем эту энергию вверх. Мы можем её поднимать, а когда вы это делаете не в одиночку, а с единымышленниками, с единымышленницами, с теми людьми, с которыми вам это приятно делать, то ваши цели, которые вы не просто на бумажке прописали, а вы это проговорили среди женщин, среди сильного окружения, среди мужчин, которым вы доверяете, если вы мужчина, да, это может быть какие-то мужские встречи, я не знаю, мужчины проводят круги. У вас, наверное, у мужчин это называется как-то мастер-майнды, бизнес-завтраки. Это туда же, на самом деле. То есть мы должны все вот эти традиции, как мы считаем пережитки прошлого, мы просто их адаптируем по современный лад. Просто мы девочки ездим на ретриты и женские круги собираем, мальчики, наверное, делают бизнес-завтраки. Также можно сесть в кружок, обсудить цели, да, какие-то бизнес-цели на жизнь, но когда ты сам с собой проговариваешь и когда ты проговариваешь кому-то, ты как будто бы себе даёшь какое-то обещание, ты как будто бы уже не можешь слиться. Это очень важно, да, почему мы с ученицами прописываем какие-то цели. Цели, и мы пишем их в чате. Нас, конечно, там не 500 тысяч человек, да, как там бывает аудитория в соцсетях, это всего лишь 10 человек нашей группы, но ты как будто бы уже даёшь какое-то обещание, и тогда тебе сложнее слиться, да, лайфхак. Расскажи об этом, о своей цели большому количеству людей. Это реально работа, проверенная на собственном опыте. Поэтому, дорогие, я желаю вам всем провести очень продуктивные эти три дня, благо на улице лето, а я надеюсь, что дождик, а дождик — это тоже стихия воды, стихия природы. Даже если будет дождик, давайте мы будем все вместе этот день проводить очень продуктивно, классно, наполненно, ярко, солнечно. Это же день летнего солнцестояния. С вами была Евгения Филиппович, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно провожу свои астроразборы, где вы можете прийти с любым запросом, и я вам по вашей натальной карте смогу очень многое интересное рассказать. Именно в телеграм-канале будет проходить мои разборчики. Подписывайтесь, ссылочка ниже. Если вы хотите отправить донат и как-то меня отблагодарить, там же есть ссылка и QR-код на любую сумму по сердцу. Всегда вам рада служить Евгения Филиппович.